Отвезла ребенка в школу, так как сказали, что учимся. А потом ребенок звонит и просит забрать. Но как так? В половине седьмого было понятно, что минус 29 на улице. Почему школа решила только в половине восьмого, когда дети там были уже? Очень поздно сообщили. Многие дети уже вышли в школу. Вчера уже было понятно, что будут морозы. И еще сотни недовольных сообщений от родителей школьников. В Министерстве просвещения решение об отмене занятий приняли в половине седьмого утра. Однако с оповещением в цепочке управления образования, директора, учителя, родителей явно произошел сбой. Администрация города и вовсе разместила рекомендации в девятом часу утра. Итог большинство учеников переступили порог школы и снова отправились домой. Остались только старшеклассники. По каждой образовательной организации индивидуально принималось решение. Самое главное, конечно, для нас это сохранность здоровья детей, безопасность детей. Поэтому мы приносим искренние извинения родителям, законным представителям, педагогам по такой ситуации. Чтобы предотвратить подобные сбои с оповещением на аппаратном совещании, в правительстве принято решение определить единый ресурс, где ежедневно в семь часов утра будет размещаться информация об отмене занятий школьников. Тем временем гидромедцентр сообщает, в ближайшие дни морозы не отступят. Ночью с 18 на 19 и утром 19 января в Ульяновской области ожидается от минус 24 до минус 29 градусов. С 19 на 20 у нас также сохранится еще холодная погода. Эта очаг холода никуда не денется. Мы также ожидаем 24-29, в Ульяновске 26-28. Преимущественно без осадков, слабый ветер. Дневные температуры где-то 18-20 градусов мороза. Руководителям школ даны рекомендации 19 января отменить занятия учащихся с 1 по 8 класс. 9, 10 и 11 классники точно учатся. Мы ждем снижения морозов и штат на школу работает. За прошлую неделю была проведена генеральная уборка в каждой школе, в каждом классе. Дезинфекция проведена в каждой школе, в каждом классе. Школы готовы к приему детей. Параллельно с этим общественный транспорт также попал под критику общественности. В морозы маршрутные такси отказываются выходить на рейс. В областном центре проведут рейды по соблюдению графика работы общественного транспорта. Электротран соответственно заявляет в мороз к пассажирам особый подход. Водительский и кондукторский состав предприятия проинструктирован. В случае, если у пассажира не оказалось денег за проезд в городском наземном электрическом транспорте, таких пассажиров из вагонов высаживать не будем. Морозы отступят и очное обучение для школьников вступит в свои права. Сегодня к этому готовы в каждом образовательном учреждении. Все самое интересное, что происходит в школах Ульяновской области с отменой удаленки, расскажем в программе «Разберемся» 21 января. Марина Тимофеева, Павел Петриков, Геннадий Бухтояров, Юрий Давыдов. Репортер 73.